Вот мой собеседник Анатолий Семенович Денисенко. Мы становились вот у этого замечательного памятника. Я сейчас его показываю, в общем, таким видом сначала. Анатолий Семенович говорит, что этот памятник был уже сооружен в наши дни. То есть после того, как Крым стал российским. Вот Анатолий Семенович, я попросил, чтобы он рассказал про этот памятник. Итак, Анатолий Семенович, что вы расскажете, что вы можете про него рассказать. Я вас смотрю, сегодня цветы возложили. Сегодня у нас 31 июля 2016 года, день военно-морского флота, перенесенный, скажем так, с 28 июля с обычного. И вот цветы здесь. Итак, Анатолий Семенович, что скажешь про этот памятник? Я хочу сказать, что этот памятник был восстановлен Керченско-Феодосийскому военно-морскому десанту. Он восстановлен и построен был по инициативе ветеранской организации. Городской ветеранской организации. В нем приняли участие те предприятия, которые изъявили желание оказать материальную помощь и финансовую помощь. И благодаря керченским умельцам и строителям воздвинули этот замечательный праздник. Памятник, посвященный морскому, морским десантникам. Дело-то в чем? Дело в том, что наш город Керчь дважды освобождался. В 1941 году, в декабре месяце, и в 1943 году, благодаря операциям, проводимым здесь, северо-кавказской войсками и армией, которая освобождала город Керчь. Во время оккупации, пребывания немцев, в период 1941 года и по 1943 год и конец 1944 года, немецко-фашистские захватчики город привели почти в разрушенное состояние. Но благодаря армиям, которые освободили наш город Керчь, город начал восстанавливаться. И он был восстановлен благодаря труженикам, тем, кто остался жив. Те, кто жили здесь, в основном это были женщины. И те, кто не сумел по каким-то физическому состоянию работать, вернее, служить в армии, в действующей армии. Но благодаря тому, что наша ветеранская организация в память о защитникам города-героям и освободителям решили собраться и восстановить этот монументальный памятник, посвященный воинам-освободителям города-героям Керчь. — Анатолий Семенович, как вы говорите, восстановить. Но раньше был этот памятник, да? — Здесь памятника не было. Я прошу прощения, не было. Памятник восстановили. Но он должен был быть восстановлен в центре города с видом на Митридат. Но ввиду того, что там уже началось строительство, вы видели, там стоит такой гостиничный комплекс, значит, местные власти выделили это место, вот, как бы набережная, как бы она связана с высадкой десанта. Вот. И тут рядышком гора Митридат, так как, значит, первые штурмовые отряды освобождения города-героя Керчь от немецких фальшивших захватчиков, значит, были с центра, то есть горы Митридат. — Ну да. Все верно. Логично все здесь, по-моему. — Да. — Анатолий Семенович, а вот за время, вот, то есть последние годы, вы, по-моему, говорили, что еще какой-то памятник был установлен, да? Ну, вы сказали про памятник Пушкину, да? — Да. Александру Семеновичу Пушкину. — Значит, вот два слова в нем и в этом вот. — Хочу сказать следующее, что на набережной у нас есть памятник, усвященный Александру Семеновичу Пушкину, пребыванию его в период тогда, когда он с семьей генерала Раевского был здесь, в городе Керчи. Вот. И время пребывания Александра Семеновича Пушкина было коротким, буквально сутки. Вот. После того, когда он был в Керчи, во время пребывания Керчи, он побывал на горе Митридат. Вот. И что именно вызвало, какой интерес? Интерес в том, что, значит, гора Митридат как бы символизирует как бы центр и поселение с архитектурными зданиями, значит, царского... В период царствования Митридата VI. Александр Сергеевич Пушкин ничему, собственно, не обрадовался в той Керчи, в которой он пребывал. Я имею в виду в архитектурном плане, в том, что, говорит, я ничему не удивился, побывал в городе Керчи. Но, к великому сожалению, так, наверное, сложилось, что как-то наши местные власти, да и, наверное, и высшие власти, на протяжении периода существования нашей Керчи мало уделяют внимания в плане приведения его, так сказать, в Мекку. Почему? Потому что это один из древнейших городов мира, который вошел в пятерку, таких как Александрия, дальше Рим, Константинополь, Самарканд и Керчь. И что удивительно, что эта наша Керчь, по сути дела, действительно является мека для туристов. Одно время я хочу сказать, при пребывании здесь делегации из Китайской Народной Республики, значит, это было, сейчас не могу даже чуточку не вспомнить, но это лет, наверное, 15 или 20 тому назад, когда приехала сюда делегация, вот, а они проезжали по великому шелковому пути, начиная от Китая, через пустыню Гоби, через Малую и Среднюю Азию и прибыли в Керчь. И они были просто удивлены тому, что город, который имеет многовековую, 26-ти вековую историю, и город находится в таком состоянии, конечно, желательно бы, чтобы вот именно нашему министерству, министрам, кто непосредственно отвечает за культурное и историческое наследие, обратили бы внимание вот этому городу, который насчитывает, вошел в пятерку древнейших городов мира. Понятно. Анатолий Семенович, вот все-таки, если вот опять я возвращаюсь к этим нашим годам, если на них вот оглядывать сейчас, на эти два года, которые на российский уже прошли, вот так подводя итог, что были двухлетние, вот, во-первых, вот этот памятник, да, открыли, потом вот памятник Пушкину, а что еще? Я вас понял. Значит, я хочу сказать, что... Что за эти два года дела? Ну, к счастью, ну, то есть, к удивлению, что министерством культуры, и именно сейчас уже, так как мы живем в России, очевидно, мало уделялось внимания историческим памятникам, мирового значения, мирового, ведь здесь же, по сути дела, были города. Значит, Нимфей, Порнфей, Теритака – это древнейшее поселение тех народов, которые проживали здесь. Мало было уделено внимания. Почему? Потому что, как-никак, город Керчь в свое время был более таким промышленным городом. Сейчас, конечно, он немножечко уступил, вот, этому. Дальше просто было мало уделено внимания. И особенно этот период, когда мы находились в составе Украины. Я вам хочу даже сказать, при прибытии сюда бывшего президента, который сегодня еще существует, это там... Сейчас, сейчас, сейчас. Как же? Из видео, что ли? Нет, да нет, Украины-то. А-а. Тупи. Ну, вот так вот. Видите, президентов уже забывать стали. Я его, хорошо, что я его забыл. После Юли был этот. Фух. Ющенко? Ющенко. Да, Виктор Ющенко. При прибытии сюда, в Керчь, он даже не соизволил подняться на гору Митридат к могиле, братской могиле неизвестным солдатам. Да. Освобождающий город, герой Керчь. Посетил только лишь церковь со своим семейством и уехал. Это было достояние его, так сказать, пребывания в городе Керчь. Вот так. Понятно. Анатолий Семенович, ну вот все-таки, вот кроме седух памятников, я понял, вы как бы немножко уходите от вопроса. Все-таки что-то еще было сделано открыто или вот больше ничего? Что открыто? Ну да, будем так говорить, не только памятники. Я понял, промышленные, промышленные. Ну, допустим, да, даже промышленные. Давайте, я хочу вам сказать. В период 50-х, 60-х годов этого нашего нового века город Керчь был один из промышленных городов Крыма, не считая город Симферополь, так как центр. Был самым промышленным городом. Но здесь была промышленность, начиная, металлургическая, вот где вы в Камышбруне были, да? Вот дальше. Работали предприятия. Завод Войкова. Дальше. Металлургический комбинат. Дальше. Молочные комбинаты. Я имею в виду легкой промышленности. Молочные, мясо, мясокомбинат. Птица, фабрика, значит, здесь работала. Здесь было строительство таких, значит, заводов, как Альбатрос, вот, который был рассчитан, да, и этот судостроительный завод «Залив». Завод «Залив» выпустил в свое время ледокол, маршал Чуйков, который бороздит сегодня Северный Ледовитый океан, проходом по Северному Ледовитому океану. Раз. Дальше. Завод «Залив» выпускал, ну, и оборонную промышленность, значит, для оборонной промышленности. Дальше. Здесь были предприятия, работали рыбколхозы, которые обеспечивали рыбой. Не только лишь наша продукция рыбная выходила за пределы Крыма даже. Дальше. Значит, здесь работали сельскохозяйственные предприятия, ближайшие, значит, городской территории, вот, которые выдавали свою продукцию для легкой промышленности, пищевую продукцию для рабочих и жителей города Керчьи. Ну, естественно, конечно, город Керчь, значит, поставляла именно промышленную такую тяжелую, значит, промышленность для машиностроительную в основном-то. Вот. Все было завязано. Здесь в свое время был заложен, как бы, камень, значит, строительства западного, будем называть, космодрома. Значит, это поселок Багерово. Багерово, значит, был когда-то военным аэродромом, но так как военный аэродром тогда был перенесен в другое место, значит, на базе этого Багеровского аэродрома, значит, были задумки о том, чтобы сделать запасную полосу для посадки бурана. Это все здесь должно было? Это было все здесь. Но, к великому сожалению, вот, с распадом, вот, и переходом в Украину... Все эти планы? Все. Предприятия, большинство перестали функционировать. Единственное, значит, перешли, так сказать, на выживание только лишь, так? Сельское хозяйство, естественно, конечно, стало коммерческим. Там вот эти все фермеры и так далее. Ну, если в общем, я живу здесь давно. Я живу с 41-го года. И поэтому я имею право судить о том, что было и что есть в настоящее время. Конечно. Понятно. Конечно же, переходом Крыма в состав России, а здесь в этот период, когда был референдум, значит, мы просто были удивлены. Вот я, как Керчанин, был просто удивлен, что более 95% проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Я хочу сказать о том, что после решения референдума о переходе в состав России, значит, здесь тоже была, как говорят, судьба тех воинских частей, которые находились на территории. Представьте себе, как, значит, они убывали, но многие из них здесь женились, выходили замуж и так далее. Как было обидно и скормно прощаться с семьям, которые проживали здесь, которые выросли, значит, стали женами, так сказать, этих военнослужащих, которые убывали здесь со слезами. Я свидетель этих событий. Спасибо, Анатолий Семенович, спасибо за интересный разговор. Я думаю, что не только этому разговору будут рады я, не только рад этому разговору я, но и те, кто увидит этот ролик. Спасибо большое. Спасибо.